Вести Карачаева, Черкесия 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 Прямой эфир в социальных сетях с министром образования науки Карачаевой, Черкесии Иная Кравченко дал возможность ученикам и педагогам узнать, как в республике проходит подготовка к 1 сентября, готовы ли школы к приходу учеников и каких новшеств нам стоит ждать в сфере образования. Вести Карачаева, Черкесия Школы с большой мощностью, с большой площадью и за год практически этот капитальный ремонт сделать невозможно. Остальные школы, которые масштабом поменьше, меньше детей обучаются, площадь соответственно меньше, там возможно было этот ремонт сделать в течение года. По поручению главы нашей республики Рашида Борисбевича Тимрезова, капитальный ремонт в школах, где проходит ремонт в течение одного года, необходимо завершить к началу нового учебного года. То есть перед нами стоит задача, чтобы до 15 августа все ремонтные работы были завершены и начнется у нас цикл оснащения новым оборудованием и средствами воспитания данных образовательных организаций. Карачаева, Черкесия Карачаева, Черкесия входит в топ-3 среди российских регионов по реализации проекта социальной догазификации, поднявшись уже на вторую строчку в этом рейтинге. На сегодняшний день от жителей республики принято более 2,5 тысяч заявок на догазификацию. Для половины из них уже выполнены строительно-монтажные работы по доведению трубы до границ земельного участка, а в 500 домов газ уже проведен. После старта этой программы в Карачаево-Черкесии оперативно была проведена адресная инвентаризация домовладений, подлежащих до газификации. В итоговый план график вошло 79 населенных пунктов и 5630 домов, которые подлежат газификации до конца этого года. Комментирует информацию исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики и транспорта Рустам Эркенов. В этот рейтинг входит 14 показателей, начиная от своевременного исполнения заявки. То есть человек, когда пришел, подал заявку, по нормативке в течение месяца с ним должны заключить договор. Если этот договор не заключен, это нарушение сроков со стороны не Газпрома, а регионального оператора газификации получается. Соответственно, рейтинг сразу падает. Буквально там несколько заявок, федеральный штаб это видит, рейтинг, соответственно, опускается. Обратная связь с гражданами. То есть в соцсетях периодически возникают вопросы. На эти вопросы нужно оперативно отвечать и, соответственно, на это тоже мониторится. В совокупности множество таких факторов, она как раз сказывается на рейтинг. Невозможно там быть в топе рейтинга, исполнив там какие-то 2-3 вещи. Там их очень много показателей, они в режиме онлайн. Вот мы с коллегами, помимо там регионального штаба, еще такие рабочие группы создали по разным направлениям. В том числе там с коллегами, которые там приемом заявок занимаются, отработкой и так далее. Мы, соответственно, в этих микрогруппах решаем там точечные проблемы. В совокупности вот это взаимодействие нас, регионального оператора газификации, очень большую работу на местах проводят районы, у них тоже созданы рабочие группы. Проект по развитию туристко-рекреационного кластера «Домбай», который планируется реализовать за счет инфраструктурного кредита в 900 миллионов рублей, поможет увеличить турпоток в регион на 370 тысяч человек. В рамках проекта планируется строительство скоростной канатной дороги с пропускной способностью 2400 человек в час, а также объектов общепита и жилого дома. Об этом рассказал министр туризма и курортов республики Расул Тикеев. Инвестиционный проект развития «Домбай» предполагает, что за счет инвестиционных бюджетных кредитов, а также новых инвестиционных проектов, есть такая мера поддержки федерального центра, предполагается строительство обеспечивающей инфраструктуры, что, конечно же, позволит более качественно подходить к оказанию услуг. Значит, это будет реконструкция сети горнолыжных трасс, с общей протяженностью 17,4 километра. Это электроснабжение, работа над газоснабжением продолжается, и она будет завершена. Что касается инвестиционной части со стороны внебюджетки, так называемой, то это объекты туристской инфраструктуры, это в том числе горнолыжная канатка, которая позволит разгрузить на сегодняшний день, в пик сезона мы знаем, что там создаются очередя, и вот эта канатная дорога, она позволит разгрузить и сделать более комфортным пребывание туристов на территории Донбая. Поэтому Донбай также развивается, ему уделяется важное внимание в развитии отрасли. В год столетия Карачаево-Черкесии проведем первый всероссийский турнир по боксу памяти заслуженного тренера России и почетного гражданина города Черкеска Александра Давыдова. Торжественное открытие турнира состоится 16 августа в 16.00 во Дворце спорта «Юбилейный». На большое спортивное мероприятие жителей и гостей города пригласил мэр-столицы Алексей Баскаев. Он также подчеркнул, что планируется сделать турнир по боксу традиционным для сохранения памяти о талантливом тренере, пропаганде здорового образа жизни и популяризации олимпийского вида спорта среди детей и молодежи. Выставка художники Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии «100 лет государственности субъектов» проходит в эти дни в Республике Адыгея. Она включает в себя более 100 живописных графических работ, а также произведения декоративно-прикладного искусства 70 авторов, известных художников Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. Авторы выставки обращаются к разнообразным темам и жанрам изобразительного искусства, знакомят зрителей с уникальной и неповторимой природой Северного Кавказа, стремясь отразить характерные черты национальных культур. Выставка будет работать до 15 августа. Сотрудники МЧС в составе межведомственных комиссий провели обследование избирательных участков. Инспекторы провели противопожарные обследования объектов, задействованных в проведении выборов на территории Адыге-Хабальского и Ногайского районов. С руководителями объектов, председателями избирательных участков и членами избирательных комиссий сотрудники МЧС провели противопожарные инструктажи и беседы по соблюдению требований пожарной безопасности. Еще трое доверчивых жителей республики перевели мошенникам более 180 тысяч рублей. Сотрудники полиции принимают меры по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений. Горные маршруты, сплавы по рекам, походы по малоизвестным, но красивым природным местам – все это не только расширяет куркозор человека, но и таит в себе опасность. Поэтому все компании и отдельные граждане, решившие организовать личный поход в горные местности, должны в обязательном порядке уведомить об этом сотрудников чрезвычайного ведомства. «Зарегистрироваться не составит труда, также это можно сделать в онлайн-режиме», сообщил начальник Карачаева-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России Андрей Мозгов. «Подставьте на секунду, что на один и тот же маршрут выходят две группы с разницей, предположим, в день. Друг о друге они знать, естественно, не будут. Если они не зарегистрируются у спасателей, спасатели их не предупредят. Одна группа идет, предположим, на высоте 4 тысячи метров, вторая на высоте 3. Верхняя группа спускает лавину или камнепад на нижнюю, мы получаем несчастный случай. В случае, если группа будет регистрироваться у спасателей, естественно, спасатели предупредят, что по этому же маршруту движется группа. Либо они могут объединиться, предположим, и чем больше количество участников мероприятия, тем, соответственно, проще преодолевать какие-то сложности на горном рельефе, преодолевать те же самые опасные участки, преодолевать трещины ледниковых и так далее. Одному это крайне сложно сделать, в группе это сделать значительно проще. Ну и самое главное, нужно понимать, что если уж несчастному случаю суждено быть, регистрация ни в коем случае не убережет людей от этого самого несчастного случая. Но если спасатели будут знать нитку маршрута, если спасатели будут знать снаряжение, которое используется в той или иной группе, если спасатели будут знать средства связи, которыми они обладают, то это значительно ускорит время нашего реагирования и значительно увеличит шанс на спасение, либо на сохранение здоровья человеку, терпящему бедствию. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь-гроза, в отдельных районах сильный дождь с градом. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем порывы 11-14 метров в секунду, температура воздуха плюс 28, плюс 33, в горах местами 19-24. В Черкесии кратковременный дождь-гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 32 градусов. Это все новости к этому часу. С ними я вознакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Реклама Индустриальный технологический колледж продолжает набор выпускников 9-11 классов. Бесплатное обучение, поступление без дачи ОГЭ и ЕГЭ, стипендия, общежития, отсрочка от армии, с получением профессии, техники грузовых и легковых автомобилей, автогридерист, экскаваторщик, электромонтажник, сварочное производство, моделирование швейных изделий, парикмахер, мастер по обработке цифровой информации. Хотите зарабатывать достойно? Звоните, пишите, приходите. Количество мест ограничено. Индустриально-технологический колледж. Улица Октябрьская, 56. Телефон 21-17-25. Мы растим профессионалов. Стань успешным и ты. Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. До новых встреч!